Здравствуйте, меня зовут Томас Миллиус, я топ-менеджер компании International Expert. Я работаю в компании International Expert с 2018 года. За это время сначала простым менеджером, а после руководителем отдела по работе с клиентами я приобрел уникальный опыт, основанный на решении сложных кейсов. И сегодня я хотел бы рассмотреть такие случаи из моей практики. Они помогут вам избежать возможных ошибок в реальной жизни. Нередко бывает так, что заявители забывают взять на подачу один из необходимых документов. Мы всегда настоятельно рекомендуем своим клиентам перед поездкой в Бухарест сверить документы с высланным нами списком. Но если такая ситуация уже случилась, то специалисты компании International Expert помогут вам в ее разрешении. К примеру, один клиент, приехав в Бухарест, обнаружил, что забыл дома свидетельство о браке своих дедушки и бабушки. Отмечу, что данный документ является главным законным основанием для прохождения процедуры репатриации. И благодаря участию наших юристов клиент все же смог подать документы в АНЧ. После чего ему позволили довести свидетельство в Бухарест лично. Также обращу ваше внимание на то, что при подаче документов необходимо соблюдать определенные правила. К примеру, существует запрет на фото- и видеосъемку внутри административного здания, а для хранения телефонов и фотокамер предусмотрены ячейки на первом этаже. Нарушение этого простого правила может привести к тому, что у вас откажутся принимать документы и попросят покинуть помещение министерства. Несмотря на требования чиновников АНЧ, нередки случаи, когда правила игнорируются. Например, заявитель, получая на руки ДОСАР в присутствии работника АНЧ, достал свой телефон и сфотографировал документы. Таким образом, он хотел наверняка запомнить номер своего дела, однако чуть не потерял возможность получить паспорт ЕС. Данный вопрос в итоге был решен, и нашему юристу удалось договориться о повторном визите на следующий день. Другой заявитель в такой же ситуации возвращался домой ни с чем и перелетел в Бухарест через месяц на повторную подачу. Чаще всего курьезы случаются на самой присяге. Естественно, это волнительное событие для каждого заявителя, и не всегда возможно предвидеть то, на что способны люди в состоянии стресса. Некоторые заявители, чтобы снять уровень эмоционального напряжения, перед присягой позволили себе употребить алкоголь, в результате чего переставали себя контролировать и физически не могли полностью произнести присягу. За нарушение правил делового этикета и за проявленное неуважение к Румынии и ее народу, такие граждан просили покинуть помещение АНЧ. Последствия таких ситуаций – решение об отказе в предоставлении гражданства. Через время его можно обжаловать, но только через обращение в румынский суд. Также бывают ситуации, когда перед присягой представитель комиссии выборочно задает некоторые вопросы заявителям на румынском языке. Чаще всего это «как дела? Сколько вам лет? Как добрались?». Но бывают и вопросы уловки. Один из таких вопросов – кем вы считаете себя по национальности? Некоторые заявители без раздумий называют свои родные национальности, вместо того, чтобы сказать, что они чувствуют себя румынами с самого рождения. Зная случаи, когда после условно неправильного ответа, для таких заявителей устраивали отдельные, более сложные собеседования с большим количеством вопросов на знание истории и культуры Румынии. Также много историй связано с людьми, которые приезжали на присягу, нарушая дресс-код, например, в сланцах и шортах. Некоторые затем переодевались прямо в здании министерства, попросив одежду у постороннего человека, который уже сдал присягу. Следуя рекомендациям специалистов International Expert, у вас не возникнет сложностей на пути к получению паспорта Евросоюза. Многие наши сотрудники лично прошли через процедуру получения гражданства Румынии и, исходя из своего личного опыта, помогают нашим клиентам избегать ошибок на каждом этапе репатриации. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше еще больше интересного контента из сферы миграционных услуг. Вы точно захотите быть в курсе. С вами был Томас Милиус. Увидимся!